В Норве все время что-то делают, как-то все убирают, очищают. Вот сейчас вот листья убирают. Вот дукой и вот такая машинка едет. Сдувают листья все, потом в мешки убирают. Очень шумно, но чисто красиво, честно говоря. Но я, честно говоря, вот не люблю вот такие вот расходы, что как бы кажется мне, что используется бензин, там эти листья. Но с другой стороны чисто красиво и автоматизировано. Все-таки это не какой-нибудь там буржуй на самолете летит, один в самолете, да, и сжигает там огромное количество керосина, солярки или что там. А тут как бы вот чистота, порядок, да. Как красиво. Вот они сдувают это все. Аж вдвоем сейчас, вдвоем. Один с другой стороны. Прямо с подкусков все выдувают. С собой сторон. Как бы друг другу навстречу. И вот тут, смотрите, они, видимо, уже очистили. Вон, ни одного листочка нету. Везде газоны чистые, убранные. Ну, вот так вот. Работы идут постоянно. Красиво. Чисто, конечно, в Нарвии, в Эстонии. Вот с этой стороны тоже видно, как они работают. Все вот. Собирают такие кучи, мусор и листья. А вот в эту машину потом вот сгружают листья. Вот в кузовок. Все убирают красиво. Ну, шумно немножко. Зато какие идеальные газончики. Это около Лидла тут. Идеальный газончик вон везде. Чистенько. Даже тут какие-то работы по реконструкции ведутся. Здесь, например, крышу делают, кровлю. Полностью там что-то меняют. Вот тут огородили, но тут тоже убрали все листья. Ну, так. А вот он, кстати, будет сейчас. Давайте посмотрим, как интересно. Он как маленький самосвалик такой. Погрузит эти листики, которые он... Сдувал, собирал. Или как пылесосом, да? Таким большим. Он сейчас будет грузить. Ковш этот. Наверное, вот в этот кузовок. Или как? Или собирать с этой стороны. Просто подъехал собирать будет. Ну, в общем, я ждать не буду. Он как-то будет собирать интересное листье. Потом, да, сгружать в эту машинку. Ну, ладно. Вот такие новости Нарвы. По уборке территории. Постоянно красиво так все убирают. Это вот Лидл. Недалеко от погранперехода. Вот туда вот. Кольцо. И там Петровская площадь. Ну, тут вот Лидл. Можно и кофе тоже взять. И вот за Лидлом вот дальше там. Фомакескус. Вот это Фомакескус. Ну, вот так вот. А вот тут вот. Ну, это Таллинн. Таллиннон Манты. Там энергия. Таллиннское шоссе. Ну, вот тут тоже все время что-то делают. Обрезают веточки аккуратно. Ну, чтобы они не нависали на дорогу. Потому что это, ну, такие правила безопасности придорожных территорий. Вот обрезают ветки. Мульчером вот таким перемалывают все. И в кузовок тоже складывают. Тоже так благоустраивают территории на зиму готовят. И вот здесь вот тоже как бы все убирают. Вот остаются небольшие вот такие веточки. И их потом тоже уберут. Вот. Ну, да. Немножко вот подрезают ветки. В общем, благоустраивают все время. Это у нас Таллиннон Манты 20. Ну, в общем, все время что-то делается. Ну, и очень красиво. Большинство домов отреновированы в Нарве. Вот. Ну, так вот. Если хотите, посмотрим, пройдем. Как это все выглядит. Вот. Ну, здесь вот по протяженности от кольца вот вижу я всю-всю. Это так обстригают ветки лишние. И над прогулочной частью тоже. Как бы, чтобы они, видимо, смотрят какие-то ветки, если... Чтобы не падали. Ну, так вот. На таком, в такой машине. Люлька, да, там и он обрезает. Прикольно. Тут. Ой, что это он? Пищит. И тут еще... Сейчас в село Мяе ездит автобус. В Нарва Ессу. Я пошла, сфоткала расписание. Ну, я не хочу на машине, потому что ее там надо парковать. И потом у меня машина, грузовик. Ну, у нее расход небольшой, но... Но, как бы, на ней... Так, пока... Не знаю. Не очень хочу. В Нарва Ессу. Нормально на автобусе по расписанию. Классно поеду. Это летом, наверное, много народу. А сейчас, осенью, уже народу немного. Ну, сегодня вот я хотела поехать, я не поехала, потому что что-то пасмурная дорога. И сегодня очень похолодало. Вот, сегодня 8 октября. Что-то вообще так похолодало, да. Так-то я обычно ходила аж с голыми ногами, загорала на солнышке. Но сегодня вот ночью был такой вот даже как мороз, что ли. Вот. Ну, вот такие вот тут парковочки около домов. Парковочные места. Ну, какие-то дома прикреплены к дому, вот. А какие-то нет. И даже вот и кто живет в доме, и там парковка у них, ну, не распределена, а нужно у ТСЖ, ну, не у ТСЖ, а у управляющего компании, как бы компании обслуживания, взять парковочный лист и на машину вот поставить. Ну, это знаки, где парковки бесплатные, а где для жителей дома именно только. И должен быть на лобовом стекле парковочный лист. Вот, с номером дома по адресу проживания. Вот, и тогда это бесплатно. И иногда проезжают, и прям если нету парковочного листа на стоянке около дома, который предусматривает оставлять автомобили только около дома. Ну, вот, и там штраф вот за такую неправильную парковку 40 евро. Вот, так что, не знаю, радоваться или нет, сумма большая, да. Штрафы в Евросоюзе большие. Суммы большие. Вот это у нас Kingelast to apartment. Бюджетное такое место. И казино там. Вот Kingelast to apartment. Тут достаточно много номеров гостиничных. И они недорого стоят. Там 25-35 евро. Вот. А там вот дальше Астрикескус. Вот туда вот дальше выйду. Улица. Ну, это вот один перекресток с энергией. Вы от кольца, если идете, один перекресток. От кольца я имею в виду Паула Кересы. А второй перекресток вот. Это вот этот вот. Я так люблю тоже автобусы эти. Мне комфортно на общественном транспорте ездить. Мне нравится. Вот. А второй перекресток это вот здесь вот Астрикескус. Большой торговый центр, где есть H&M там и так далее, и так далее. До 22 часов работает. И вот тут этот Kingelast to apartment. Я тут тоже много раз это ночевала. Когда у меня в квартире ремонт шел так, что там невозможно было оставаться. Я вот много раз и здесь ночевала. И в этом, в речном порту там хостел красивый такой атмосферный. Ну, хостел, но он не хостел. Там как отели, а не отдельные комнатки. Просто почему-то называется хостел. Вот. Так что вот. Всем хорошего дня. Пока-пока.